Игорь Иванов за пультом управления экскаватора уже 33 года, но все равно волнуется. Не каждый день соревнуешься с коллегами. По условиям конкурса нужно максимально быстро загрузить вагоны с углем. Важно, чтобы уголь попадал в них равномерно. Игорь Александрович работает в паре с сыном Дмитрием. На втором этапе необходимо пройти творческий конкурс. Творческий сложный конкурс, потому что машина это не наша, то есть мы на ней не работаем. Конкурсы, конечно, нужны. Посмотреть, как люди работают на других разрезах, показать, как мы работаем. Конкурс машинистов-экскаваторов – лишь часть шахтерской олимпиады. Также соревнуются машинисты других горных машин, бульдозеров и другие. Побороться за звание «Лучший» в Бородино приехали шахтеры из семи регионов России. Шахтерская олимпиада – уникальное состязание. Впервые она прошла в 2014 году. Теперь игры стали традицией, проводятся раз в три года. Эти – юбилейные. Через полтора месяца шахтеры всей страны в 70-й раз будут отмечать профессиональный праздник. Компания «Суэк» является, безусловно, лидером в этой отрасли. Обеспечивает углем наши генерирующие станции и в Красноярске, и ГРЭС, который в Назарово и в Шарыпово, ГРЭС в Зеленогорске. То есть в крае потребляется угля достаточно много. Это и электроэнергия, это и тепло, и это работа железной дороги. Мы добываем без малого 30 миллионов тонн угля. Мы развиваем вспомогательные производства. Вот Бородинский ремонтно-механический завод осваивает новую продукцию в рамках импортозамещения, совершенствует вот эту технику. Торожилы говорят, шахтерская олимпиада – достойное продолжение традиции прошлого. Мы проводили тогда соревнования, машинисты роторные, приглашали даже из Германии, Польши, Чехословакии приезжали. И надо отметить, что всегда первое место занимали Бородинцы. Бородинцы не подвели. Игорь и Дмитрий Ивановы стали первыми в конкурсе машинистов-экскаваторов. Сегодня у победителей выходной, а завтра их ждет смена длиной в 12 часов. Они знают, без их работы в домах красноярцев тепло не появится. Олеся Рожкова, Станислав Волков. Афонтова новости. Бородино.